Вопрос победы имперсоциалистов над интернет-социалистами был вопросом времени. 7 ноября 1927 года последняя попытка троцкистов, это путь в трех городах, Москва, Ленинград, Харьков, срывается. Через два года Троцкого высылают из страны, начинается коллективизация, и вот здесь началась вторая фаза революции. Дело в том, что русская революция, в смысле, после Октябрьской, это как бы две революции. Революция комиссаров в городах и революция крестьян. И те, и другие победили. Более того, большевикам пришлось пойти на обрезкий мир не только с немцами, но и на обрезкий мир со своим народом. НЭП, ввести НЭП. Хотя Ленин сразу пообещал, что через несколько лет мы вернемся к террору, в том числе и террору физическому. Как пообещал, так и сделали. Как только создали армию, танки, и в 1929 году в условиях мирового кризиса начали коллективизацию. Это вторая фаза русской революции. Вообще, если брать большие отрезки истории, то, что Фернан Бродель называл «la longue durée», то долгосрочный процесс, то русская смута, частью которой была русская революция, русская смута, это период с 60-х годов 19 века, на мой взгляд, до 1939 года, до марта. Это 18-й съезд ВКПБ. Когда вот все, вот смута закончилась. Причем, в этой смуте были периоды обострения, периоды ремиссии. Например, русские журналисты с 70-х годов, когда народная воля стреляла, они говорили, что Россия находится в состоянии смуты. Затем, Александр Третий, это ремиссия, все как бы вроде успокоилось. А затем опять началась смута. Затем заканчивается гражданская война, НЭП, это ремиссия. А 30-е годы, это самая настоящая смута. И там было три субъекта. Партия, НКВД, армия. И я считаю, что Сталин с его командой, это был отдельный субъект. Это не важно, что их было мало. Как говорил Эйнштейн, мир понятия не количественное, а качественное. И сыграв, Сталин использовал, у него не было своей опричнины, но он использовал опричный принцип. Сначала ударив с помощью НКВД по партии, с помощью Егоды, затем с помощью Ежова, который был партийным, ударил уже по НКВД. А потом пришел Берий, началась Беревская оттепель, и все устаканилось. И вот 39-й год, это конец смуты. Кстати, в этом отношении, я понимаю, что все исторические аналогии носят поверхностный характер, Гегель прав. Но иногда интересно, так сказать, посравнивать. Вот, например, я считаю, что наша смута последняя началась со смерти Брежнева. Может, даже чуть пораньше, со смертей Косыгина, Машерова, ну, будем считать, со смерти Брежнева. И эта смута шла по нарастающей до прихода Путина. Путин – это ремиссия. Вот сейчас социально-экономическая ситуация... То есть, вилка такая у нас получается. Нет, ремиссия успокоилась все. Нет, я имею в виду дальше, у нас получается вилка. Вот мы сейчас заморозили. Да, вот заморозилась опять. А вот сейчас мы подходим к ситуации, когда заморозка либо переходит в новую фазу смуты, либо начинается конструктивное строительство. То есть, точка бифуркации. Точка бифуркации, совершенно верно. И опять же, многое будет зависеть не столько от России, сколько от состояния мировой системы. Потому что, скажем, Россия начала 20 века, это было пятое место, пятая мировая экономика. Но мировая экономика по количественным показателям, с точки зрения, понимаете, когда в ваш дом принесли чужую мебель, это не ваша мебель, это чужая мебель, иностранный капитал. Но было одно принципиальное отличие тогдашней России от нынешней. Дело в том, что в тогдашней России было очень много молодежи. Согласно эмпирическому правилу Джека Голлстоуна, как только число молодежи, то есть до 25 лет лиц, переваливает за 25%, начинаются серьезные дела. Он это эмпирически проиллюстрировал немецкой реформацией и крестьянской войной 16 век и Великой Французской революцией 1789-1799. Но это работает на русскую революцию, безусловно, на китайскую революцию, на восстановление полпотовского режима. У нас сейчас с молодежью другое. У нас нет такого количества молодежи, но есть другая вещь. У нас ведь, поскольку у нас было заявлено в 90-е годы, что главное это воспитать потребителя, хотя я не понимаю, как можно воспитать потребителя. Потребителя его и не надо воспитывать, он сам вырастет. Он сам воспитается. Воспитать можно гражданина, патриота, профессионала. Выросла такая молодежь, я не говорю, что она вся, но молодежь с потребленческими настроениями, и которая хочет не просто потреблять, а она хочет потреблять так же, как вот они видят, как детки элиты в Инстаграме выкладывают, как они лобстеров в Париже едят, а яхты там, дорогие часы, но они хотят того же. А система не может дать того же. Поэтому вообще заявление, что мы хотим воспитать потребителя, при том, что экономически мы не можем это сделать, но это бомба. Это такая же бомба, как на 22-м съезде КПСС, не знаю, от какого большого ума, было зафиксировано в новой программе КПСС, что одна из главных задач Коммунистической партии Советского Союза – это удовлетворение растущих материальных потребностей граждан. КПСС вообще этим не должно заниматься, дело правительства. Но если ты заявил, по сути дела, что ты собираешься создавать социалистическое общество потребления, не имея для этого возможностей, то ты же бомбу закладываешь.